Здарова пупсики, меня зовут Альер Блэк, сегодня мы играем на Амазинку онлайн на сервере Грин и залетела сюда сегодня, чтобы посмотреть супер мега интересную заряженную BMW M5 E39. Сегодня мы с вами посмотрим, как эта машинка заряжена, как она едет, как она рулится, вы же пацаки, присаживайтесь поудобней, мы начинаем. Привет Капрон! Да. Ну что это сегодня у нас за бэха и какая здесь установлена комплектация? Получается M5 E39, фулл зеленая, без дыма и до бака. Я вижу здесь очень классные номера, сколько они стоят? Безбрендовые рамки мне давали за них 60. Во сколько эта машина обошлась во время сборки и сколько она стоит сейчас? Обошлась где-то в 500 миллионов, наверное продажа будет без номеров где-то 350-360. Ну что ж, спасибо за интервью, машинку я у тебя забираю, позже мы с тобой увидимся. Хорошо. Ну что пацаки, мы находимся за рулем этой бэхи, давайте уже на ней прокатимся. Запускаем наш двигатель, господи, как же она классно выглядит. Красный цвет, красный статик, пневмо занижено, номерово, брендовая рамка M-Power. В общем мне безумно нравится. Сегодня у нас BMW M5 E39. Мне безумно интересно, как эта машинка все-таки разгоняется и какая у нее максималка. Потому что у EF10 у нас была очень большая проблема, у нее была маленькая максималка. Если сегодня эта E39 будет ехать быстрее, я конечно вообще не пойму этот момент. И все-таки я себя ловлю на мысли пацаки, как же я обожаю бэхи. Вот особенно тех времен, но вы посмотрите, это же просто кайф. Само собой на графике эта машина выглядит максимально классно, максимально красиво, мне безумно нравится. Ну и перед тем, как мы с вами посмотрим ПТС этой машинки пацаки, естественно я вам предлагаю скачать Амазинг Онлайн по ссылке в описании, установить лаунчер, зарегать своего персонажа на любом из семи серверов, при регистрации обязательно ввести мой промокод Долер большими буквами, который вы сейчас видите на своих экранах. За него вы гарантированно получите до 300 тысяч рублей, а также и X2 Boost на аккаунт. Поэтому пацаки, не стоит терять времени, залетайте в Амазинг, если хотите кайфовать на таких же тачках, как и я. Мы же с вами смотрим ПТС этой бэхи. Владелец Данила Капрон, спасибо ему за предоставленную тачку. Модель авто BMW M5 E39, целка 86% госка, 4 миллиона рублей. Количество владельцев 2, номера просто кайф. Улучшение двигателя, стейдж 3, сигналка, антирадар, аудио, страбы, нитро, клиренс, пневмо и неон у нас сегодня установлены. Бензобак 70 литров, дополнительный плюс 35. Но перед тем, как мы узнаем, как эта машина ведет себя в тесте скорости, давайте сначала отправимся на тест управления и там выясним, как эта машина доберется до точки B. Погнали! Ну что, друзья, приехали с вами на наше нужное место, где у нас по классике есть точка A и есть точка B. Нужно добраться до точки B максимально быстро и невредимо. Сегодня у нас супер-пупер-мега перезаряженная BMW M5 E39. Давайте уже выясним, как эта машинка доберется до точки B. У меня под рукой находится секундомер, вы на своих экранах будете видеть самое точное время. Поэтому на счет 3, 1, 2, погнали! Попробуем, конечно, как-то хорошо на этой машинке долететь. Это задний привод. Это древняя машина уже такая. На третьем чипе я никогда ее нигде не видел, даже не катался. Чуть-чуть страшновато, подвеска в принципе пойдет, даже несмотря на то, что пневмо сейчас очень сильно занижена. Вот тут страшно немножко выжимать, потому что непонятно какие тормоза, они могут быть непредсказуемыми. Стоп! Это 26, либо 27 с копейками секунд. Это в принципе очень хороший показатель. Все-таки это M5. И она не могла приехать за 30 секунд, поэтому это реально хороший показатель. Она приехала как BMW M5 F10. В общем, возможно, чуточку, чуточку она хуже приехала, но тем не менее. Мне эта тачка безумно нравится. Я уже хочу себе такую машину заряженную. Несмотря на то, что это задний привод, возможно, она будет как-то там дрифтить и так далее. Плевать, пацаны. Но что может быть интереснее? Посмотрите на этот передов, смотрите на эти фары. В этом и есть кайф, пацаны. Поэтому тачка мне, конечно же, безумно нравится. Максималку я еще не смотрел. Самому безумно интересно. Поэтому давайте отправимся на тест скорости и посмотрим, какая же у нее максималка и как она разгоняется. Ну что, друзья, приехали с вами на наше нужное место, где сейчас будем по классике замерять разгон этой машины с нитро и без нитро. А также посмотрим, что у нее по максималке. У меня под рукой находится секундомер. Вы на своих экранах будете видеть самое точное время. Поэтому на счет 3. Раз, два, погнали. Замеряем без нитро. Непонятно, какая будет максималка, как она в принципе набирается. Набирается, в общем-то, неплохо на первый взгляд. Возможно, 287. Стоп, 274. Я думал, будет 287, что-то в районе того. Возможно, хотя бы 280. Но нет, это 274. Возможно, это действительно справедливо, потому что тачка древняя. Что тут удивляться, я тоже не понимаю. 274. В общем-то, пойдет. Разгон у нас 12 секунд. Разгон, конечно, такой, да, тухловатенький. Если сравнивать М5 и Ф10, которая у нас вчера была на обзоре. Там-то, конечно, разгон поинтереснее будет. Даже без нитро. Там она разгонялась за 8 секунд. Это, в принципе, хорошие показатели. Если М5 и Ф90, это у нас внук. М5 и Ф10, это у нас отец. А это у нас просто дед, понимаете? М5 и Е39. Поэтому 12 секунд неплохо. Не удивляемся. Но самое интересное. Как эта машина уже будет разгоняться на нитро? У нас же установлено нитро. Для этого зажимаем наше нитро. И на счет 3. Раз. Два. Погнали. Непонятно. Непонятно пока что. Стоп. Теперь понятно. Это 6 секунд. Либо 5,9. Что-то в районе того. Это хорошо. Это вкусно. Это замечательно. Вот тут уже с вами докапываться не будем. Потому что не до чего просто-напросто докапываться. Мне тачка сегодня безумно нравится. Я рекомендую всем вам собирать эту машинку. Да, у нее небольшая максималка. Но пацки. Наступает в Амазинге то время, когда скорость уже ни хрена не решает. Смысл этих автомобилей в том, чтобы просто с них кайфовать. Вот мы смотрим сегодня с вами на эту М5 Е39. Она такая классная. Она такая красивая. Она собрана с таким классным вкусом. Этот красный статик. Эти красивые диски. Красный корпус. Вот эти номера. Эта брендовая рамка. В этом и есть кайф пацки. Поэтому гнаться за скоростью не надо. Покупайте эту тачку и собирайте. Мне же про нее сказать больше нечего. Она мне безумно нравится. Вы же пацки. Обязательно пишите в комментарии, как вам эта машинка. Обязательно ставьте лайк этому ролику. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи!